Дорогие друзья! Дорогие друзья, он не уедет, если вы не похлопаете. Дорогие друзья! 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 Моня, назад. 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 Стоп. Стоп. Следующий. Матрикс. Остановись здесь. Здесь остановись. Мы тебя поставим сбоку. Друзья, сейчас машины подъезжают. Они немножко растерянны, не понимают, что они очень оригинальны и не поддаются никакому описанию. Ну, пожалуйста, встречайте всех. Аплодисменты. Они не старались. Вот появился автомобиль, который не один раз уже выезжал на эту рулежку. Практически каждое наполнение для рулежки автомобиля происходит с его участием. Очень необычный автомобиль. Друзья, к нам Африка приехала. Африка приехала специально для того, чтобы поддержать погоду, которая начинает потихонечку портиться. Но, слава Богу, еще сегодня замечательные дни. Температура воздуха африканская. И мы надеемся, что не увидим африканские, как говорится, лень. А сейчас эти машины просто украшают нашу рулежку и ждут ваших аплодисментов. Через несколько минут. И вот, наконец-то, подошел наш основной ведущий, который продолжит свои замечательные награждения. И мы передаем ему слово. Александр Карпонов. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем двигаться дальше. В прямом эфире очередная номинация в награждении шоу «Автоэкзотика», «Крэйзи Кар» и «Промокар». Что такое «Крэйзи Кар» в принципе можно не объяснять, потому что стоит только взглянуть на то, что происходит, и все сразу станет понятно. Соседи? Ну что, дорогие друзья, пока наши, собственно говоря, участники выстраиваются на нашей демонстрационной дорожке, мы хотим сказать, что впереди вас ждет еще очень много чего интересного, всего лишь начало дня. Так, пойду дальше. Ну, конечно же, я пойду к Моне. Чего же к Моне-то не пойти? Друзья мои, знакомьтесь, это Моне. Она живет сама по себе. Непосредственный атрибут Моне – это ее хозяин, как раз таки. Должно хорошо? Друзья, аплодисменты, мы все соседи. Шутко. Пятерочку. Ну что, я понимаю, что про Моне можно рассказывать долго. Лучше сказать, лучше один раз увидеть, чем семь раз потрогать. Итак, проще, наверное, спросить, чего здесь нет, нежели спрашивать, что тут есть. Тут есть все, даже то, чего нет. Поэтому давайте аплодисменты Моне. Вот, а на одной из автоэкзотик, что там у Моне отжали? Чайник, по-моему, или котелок, что ли? Серебряный калош получил в 2005 году Моне. А на одной из автоэкзотик у Моне украли якорь. Сейчас человек мучается в адовых мучениях до сих пор. Так, а это для блондинок. Это вязаная машина, написано на машине. Это вязаный салон в машине. Не знаю, что... ЭВМ? Слишком давно, наверное, из прошлого. Расскажешь? Давно вязали. И долго, да? Да. Так, это, конечно, хорошо все. А вот это вот... Я почему-то не слышал. Аплодисменты, друзья. Прямо буквально пару слов для нас, для всех. Что это такое? Это реактивный двигатель от МиГ-25. Турбо-стартер. Предназначен для проведения шоу. Он может пускать огонь и громко кричать. А главная цель вообще этого двигателя поднять автомобиль в воздух. Вот здесь есть фотография, я сейчас покажу. К тому, кто видно, у этого автомобиля есть крылья. В общем, когда-нибудь он полетит. Собственно, все. Это уникальная возможность обойти пробки. То есть взлетел, приземлился там, где надо. Давайте похлопаем автомобиль с крыльями. Это, я понимаю, английский автобус. Прямиком из Лондона. Тоже вязаный. Кто расскажет? Денис, пожалуйста, ваш аплодисмент. И сейчас мы послушаем. Наш замечательный автобус совсем не из Лондона. Это московский автобус. Но это он, наш брат. Но когда были на ремонте настоящего автобуса, нам он еще понравился. Мы решили, что у нас будет такой же. Маленький, но такой же. Похоже, что всем понравилось. Мы видели, сколько людей фотографировалось. Очень надеемся, что когда будет конкурс софетических симпатий, все о нас вспомнят. А у вас после того, как дождь пройдет, машина, когда высыхает, у нее не садится вот это все дело, нет? Ну вот вчера ливень был. Похоже, что нормально, не линяет даже. Это все потому, что у вас есть волшебный кот с рулем полосатый. Это кот? Да, это кот. Вот настоящий Гарфилд выглядит именно так. Это голландский Гарфилд. Так, у тебя что-то дымит, мне что-то страшно к тебе подходить, поэтому пойду дальше. Особенно вот с такой вот буквой вообще надо обходить подальше. Вот это да! А ну-ка громко все вместе. Поаплодировали. Здравствуйте, очень интересно. Сите. Эта машина посвящается 200-летию Бородиневской битве. Кутузо-Багратионе, славный Синий Отечество, где наши предки вместе к плечу-плечу защищали большую страну. Там 13 генерал-грузинские князи выступали на этот бой. И вот как я грузин, князь, бывший фамилийцами, я тоже создал, и хочу любовь перенести к вам. И вот создал железный конь, и хочу поблагодарить за внимание. Спасибо вас, товарищи. Друзья, вот здесь нужно громко и очень похлопать. Потому что вот этот автомобиль посвящен очень замечательному и значимому событию. Так, где? Где? Иди, иди к нам. Он говорит. Иди к нам, иди поближе, у нас не достреливает микрофон. Друзья мои, давайте поприветствуем постоянных участников шоу Автоэкзотика. В этот раз зебра случайно стала леопардом. Тигр? Тигр, извините, конечно. А сразу, как же вы сразу не догадались, что это Тигр? Ну, расскажи. Добрый день, дамы и господа. Ну, собственно, поменялся только окрас. У нас постоянно мех. Сегодня у нас Тигр, в этом году Тигр. на следующий год мы побудеем очень публику. У нас есть очень гениальный план. Нет, это секрет. Публику надо собирать, это секрет. Не знаю, не скажу. Чего это? Вы уходите там? Самый часто задаваем вопрос, как сохнет этот зверь. Знаете, как кошки сохнут и собаки? Вот вчера был ливень в Москве, да? Собственно, да, все так и происходит. Ну, собственно, говоря, да. Живой. В общем, скажем, что это. Что, Запорожец, да? Все говорят, думают, что это БМВ. Нет, там только торпеды и двигатели от БМВ. Это Запорожец 968М. Легендарный Запорожец 968М. Вот. Он громкий. Рычит. Тигр зарычал. Итак, друзья, давайте, собственно говоря, подниматься на сцену для того, чтобы мы могли наградить всех определенными регалиями всех за участие, ну и, конечно же, выдать первое, второе, третье подчертные места. Поэтому пойдем, что ли, на сцену? Под ваш аплодисмент, кстати. Пожалуйста, похлопать вам не сложно, а нам приятно. Что, на сцену пойдем? где-то я тебя видел? все одинаковые. Все одинаковые. Так, пойдемте на сцену. А что говорить про этот автомобиль? Ты сам все видишь, это, собственно говоря, диско-сафари на колесах. Итак, уважаемые представители «Черлибинга Ассоль». Очень бы хотелось позвать вас на сцену. Итак, как обычно, уже по сложившейся традиции, мы сначала награждаем всех участников за участие, ну и, соответственно, в процессе выделяем первых три призовых места, и кто это будет, мы узнаем чуть позже. Итак, за участие в номинации за третье почетное место в номинации «Промокар» почетную грамоту получает Риченко Юрий. Вот тебе четвертое, вот оно третье место, держи пять. Давайте поаплодируем третьему почетному месту, будьте любезны. Какой у вас автомобиль, еще раз, чтобы все знали? У нас их три, за какой дарь? Вот раз, два, три. За все три, наверное. Поэтому у вас так много грамот. Ну еще будет. Не исключено. Аплодисменты. Это вязаные машинки, поэтому аплодисменты. Как я говорил, тебе не нужно было далеко уходить. И нужно было выйти сразу. И сейчас бы на твоем месте я посмотрел направо, точнее налево. Итак, второе почетное место достается Сатару Красаки. Давайте ваш облыв внезапно, да? Аплодисменты, второе почетное место. Не хотел сразу выходить. Пару слов про ваш пионер-кар, наверное, да? Все видно, по-моему, ничего не надо рассказывать. Прекрасно сказано. Спасибо. Аплодисменты. Первое почетное место в номинации про-кар в рамках шоу автоэкзотики. Награждается Алексеев Геннадий. Держи. Призы от нас. Пошел автоэкзотики. давай, чуть-чуть про свою машину буквально. Ну и слова благодарности и приветствия. Толя. Спасибо всем, гигантная. Машину тоже видно, все. Ничего про нее говорить. Ну да, действительно. Нам все, особенно тюнинг нравится, вот наверху с палемной. Аплодисменты, давайте. Первое почетное место в ваши аплодисменты. Друзья, более бурные аплодисменты. Ну, наконец-то. Дорогие друзья, давайте встречать, я уже дождался. МС Саш Мандарин. МС Саш Карбой. Это рок, это рэп. Подожди, еще мы тут закончим и перетрем с тобой чего-как дальше. Ты как, вошел-то нормально? Отлично. А я тебя истел. Итак, дорогие друзья, третье почетное место в номинации Крэйзи Кан. Это, наверное, будет внезапно и неожиданно. Риченко Юрий, ваши аплодисменты. Пожми, рука-то, файк-то уже, мы и так уже все поняли. Так. Соколов или Соколов, как правильно? Соколов, конечно. Итак. Орел Соколов, Орел. Соколов Орел, да. За второе почетное место в номинации Крэйзи Кар награждается Соколов. Рената, эй! За тикер. Друзья, бурный аплодисменты. Эти люди собирали эти машины для вас. Давайте поаплодируем. Поверьте, ваши аплодисменты, это самая теплая награда. Итак, первое почетное место в рамках шоу Автоэкзотика в номинации Крэйзи Кар получает Булгаков Андрей. Аплодисменты! Ну и улыбки самых красивых девушек, конечно. Да-да, от наших червейных резидентов от памятной призы и подарки. Ну что ж, я так понимаю, что мы провожаем всех участников, благодарим их аплодисментами. Давайте, друзья, хватит ли я лицу на вас? Давайте, давайте, друзья, освободим свои ручки и поаплодируем громко-прикромко, потому что сейчас у нас будет нереально жаркое продолжение нашей церемонии. И сейчас прямо здесь будут поревляться. У нас сейчас появится такой процесс после вот этой номинации, после которого очень много людей останутся под впечатлением, а я настоятельно рекомендую подтягиваться поближе к нашей демонстративной дорожке, демонстративной, демонстрационной, для того, чтобы воочию наблюдать то, что сейчас будет происходить. Если вы посмотрите направо, то вы можете лицезреть отчаянных парней на заряженных турботачках, которые не будут жалеть резины ради того, чтобы вы не жалели аплодисменты. Вот. Ну как только все эти машинки под ваши, конечно же, аплодисменты. Давайте проводим мы с друзья аплодисментами все это победители самые красивые тачки. Вот. И как только они освободят нашу стартовую площадку, у нас начнется такая жара сейчас. Здесь будет очень мега жарко, здесь будет очень сильно пахнуть, но запах приятный, запах шелдой резины. Да, как сказал, ты не упомянет, а кипербоксин, вот так вот будет пахнуть аплодисменты, и так это пахнет вообще. Именно вот таким вот запахом. Друзья, будьте бдительны и готовы. Сейчас вас ждет незамываемое зрелище, о котором мы скажем только тогда, когда эти парни появятся на нашей демонстрационной дорожке. Демонстративной все время хочется. Да, ну и не забываем, что появится сейчас здесь тут не только тюнинг, тут еще и мастерство водителей, ходы тренировок, море, наверное, всевозможных КТП. Вот, поэтому, друзья, надо будет очень-прилочень громко приветствовать этих ребят, потому что очень много времени потрачено на то, чтобы именно сейчас раз в году удивить вас всех по полной программе. Вот, уже практически радуются, они радуются, что будут сейчас вас удивлять. Да, Александр, ты же видишь эти улыбки сквозь лобобейтонированные стекла? Я так хорошо что ты приехал. А это же Марсель! Дорогие друзья, давайте поприветствуем легендарного Марселя. Марсель, привет, я тебя тоже приветствую. Человек, который знает все о процессе, который сейчас будет происходить. Может, поговоришь, расскажешь? Друзья, давайте поприветствуем Марселя, вытелим место обладесвенты. Э-э-эй! Держи, брат. Привет, лужники! Ну что же, сейчас наши дрифтеры готовятся показать нам вам настоящее зрелище. Экстремальное шоу, полная назарка и адреналина. Давай немножко зрителей попробуем раскачать, чтобы они, а то они как-то прям заснули. Друзья, давайте легенький тест и мы начинаем. Давайте все вместе попробуем, мы говорим а вы говорите а. Все очень просто. Давайте. Молодцы, похлопайтесь, сами себе у всех получилось. А вот. Ну что же, сейчас идут последние приготовления, дай-ка, мы поднимаем. Наши зрители сейчас договариваются кто кого будет скидить почем. Прокомментируют эту баскетбольно-дрифтовую команду, которая... Баскетбольно-дрифтовую, это первый раз такое определение. Пацаны с ТП у нас прежде чем начнет пахнуть жженой резиной, появятся милые очаровательные на наши замечательные демонстрационные дорожки дамы. Баскет-лифт, да, именно те дамы, которые являются президентами каждого шоу, ежегодного шоу автоэкзотика. Итак, под ваши бурные аплодисменты. Ждем пока ждем можно похлопать. Если у вас рука заинт фотоаппаратом, хлопайте соседу по плечу, он поймет. Хлопайте соседу фотоаппарату. Еще немножко легких приготовлений. А, девушки готовят улыбки, дрифтеры готовят резину. А что-то один из нас без микрофона. Ну-ка, держи, Марсель, пойдем так, ну что же, дрифтеры договорились, кто кого будет сейчас бить на этой площадке. Я ставлю на шикла. Конечно, желтый по определению это мой микрофон. И зеленый мой, все правильно. У тебя какой-то. А у него черный какой-то. Ну что ж, все в ожидании, да? Автоэкзотика. Давайте как-то что-ли прореагируем, я не знаю, покричим что-ли. Столько народа, и сейчас начнут все громко кричать, будет очень весело уже. Все, хорошо, никто не кричит. Пришел Владимир Владимирович. Познакомьтесь с нашим режиссером Владимир Владимирович Косяк по паспорту, между прочим. Аплодисменты. С такой фамилией просто невозможно, чтобы шоу прошло плохо. Итак, дорогие друзья, специально под ваши аплодисменты резиденты шоу Автоэкзотика Чирлининг Ассоль. Поехали! Мужчины, поприветствуем!